а для начала подпишись на канал и поставь лайк 9 июня ситуация задержанием в петербурге блогера юрия хованского связано с его черной шуткой про теракт но тот факт что об этом вспомнили спустя 10 лет перед выборами удар по лдпр считают в партии хованский еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу принес публичные извинения всем кого его слова оскорбили и на этом инцидент был исчерпан однако почему-то именно сейчас накануне выборов его задержали силами спецназа предъявили демонстративно жесткие обвинения сопроводив это массой публикаций в сми выводы напрашиваются сами собой стреляют по хованскому а метит в лдпр отмечается в сообщении в телеграм-канале партии в партии добавили что блогер во время работы в лдпр на своих стримах занимался сбором жалоб граждан а потом передавал их юристам которые старались помочь в сообщении отмечается что блогер уже несколько месяцев не является помощником депутата василия власова а его удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета лтпр ранее источник силовых структурах сообщил риа новости что хованского задержали в петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности в ска рф подтвердили задержание отметив что хованский исполнил песню с публичными призывами к терроризму имеет целью формирования идеологии терроризма позже источник риа новости в правоохранительных органах уточнил что хованского задержали за песню о трагедии на дубровке в 2002 году во время показа мюзикла норд-ост в театральном центре на дубровке зрители и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с мафсаром бараевым через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников в общей сложности по официальным данным погибли 130 человек из числа заложников по утверждению общественной организации норд-ост 174 человека большое спасибо за просмотр ставь лайк и подписывайся на канал